всем привет ребят на заднем фоне работает посудомоечная машинка у нас сегодня на улице солнце представляете это вообще подарок мы сейчас хотим через часик сходить вальди скорее всего нужно купить кое-что из продуктов ну так лаваш может быть гранатовый сок свой на еду в общем так такие мелочи и хотя бы немножко подышим воздухом прогуляемся что дома сидеть постоянно не вариант так что у нас вот такая погодка и это несмотря на то что сейчас в германии прогнозируют на субботу воскресенье очень сильный ветер стать именно в нрв я смотрела по новостям будет будут шквалы ветра сильные мощные ураганные так что берегите себя особо на выходных никуда не выезжайте потому что вот прогнозирует такую погоду я сейчас уже буду что-нибудь себе делать на завтрак пить свои витамины и дальше будем заниматься делами я вышла уже из дома иду в альди не захотел дима сам выйти в общем говорит у него дела там какие-то еще что-то дома какие-то документы я решила одна сходить посмотреть что там есть интересного хочу купить кефир что ты все же не помню хлеба надо взять себе лаваш я в очередной раз перешла на более-менее правильное нормальное питание без всяких жирностей сладости и так далее и слава богу как говорится аж легче и лучше себя чувствуешь после этого у нас такое солнце я просто не могла пропустить это солнце потому что дима говорит давай сходим попозже говорю нет пойду сейчас чтобы получить такой знаете настоящий естественный витамин д они в витаминах которые я пью прям хотелось по солнышку пройтись под солнышком почти все иду сейчас в альди погодка классная поэтому даже вообще не холодно не сразу что дует такой легкий ветерок прохладный но солнышко все равно немножко греет так спасибо хотела сказать за отклики на вчерашние видео за комментарии так далее по поводу нашего надеюсь будущего дома здесь германии и сегодня обязательно тоже постараюсь ответить постараюсь на какой-нибудь волнующий всех вопрос все иду в альги и беру вас с собой солнечный день в германии это я считаю подарок судьбы сегодня кстати как говорится вняла вашим замечанием и сегодня взяла с собой палку стабилизатор и с ней конечно намного удобнее и качество видео другое я уверена я имею ввиду по поводу того что видео не двигается не шатается а более-менее нормально все можно снимать палка кстати не она не огромная поэтому и отлично складываешь рюкзак она все помещается то есть особо не надо для нее ничего придумывать каких-то дополнительных до этих сумок и рюкзаков ну погодка такая прям весенние вот идешь и благодать кстати пока иду поговорю с вами по поводу до моего правильного питания многие спрашивали зачем почему я худею ли что я делаю я не худею меня такой цели там похудеть на 20 килограмм знаете нет мне достаточно более-менее нормальный вес как для моего роста но иногда когда я переедаю я себя чувствую так как я люблю вкусно покушать начнем с этого и я готовлю часто много домашней такой еды которую дима очень любит и я тоже так здесь ездят машины громко немного но я все равно постараюсь пообщаться с вами сейчас пройдет вот этот вот мерседес так о чем я по поводу правильное питание да и я могу спокойно сказать сколько сейчас вешу я не очень комфортный вес комфортный вес для меня не 50 килограмм это для меня уже кудоба комфортный вес для меня это 57 58 56 это уже самый минимум лично для моего тела чтобы себя чувствовала так хорошо привлекательно стройно это 56 57 ну вот так где там 64 уже переборчик такой нормальный поэтому я решила немножко взяться за себя и скинуться вот месяц хотя бы 56 килограмм было бы вообще очень даже прекрасно но у меня такая знаете структура телом что я очень быстрый такой организм что я быстро набираю но я и быстро скидываю то есть это для меня не игралась пока по крайней мере думаю вот возраста 32-летнего не является проблемой посмотрим как я смогу это сделать обязательно с вами поделюсь потом расскажу что по питанию я не сажусь на жесткую диету я просто убираю во первых сладости покупные точно иногда я могу себе позволить то что я сделала домашний там панкейк что-то еще но покупные сладости точно убираю убираю хлеб обязательно это я рассказываю поводу себя своего организма я думаю что у всех все по-разному ну вот мой организм на хлеб на дрожжи реагирует вот таким образом убираю хлеб убираю сладости вот эти убираю хотя сладость особо не ем но иногда бываешь и продавать что еще обычно убираюсь сразу скажу покупные пиццы фастфуд любой бургер и все вот это я и так не ем поэтому я рассказываю с того что ем что я убираю и еще очень важно это то что я ем так получается даже не я сама-то придумала как бы не специально это делала у меня получилось что я ем по интервальному голоданию до 16 на 8 так получилось не потому что этого хотела но я вот работаю бывает допоздна ночью в телефоне и просыпаюсь тоже не рано не 7 утра я просыпаюсь в 9-10 сразу кушать не хочу я пью воду у меня обычно желание попить побольше воды с утра и и потом получается я первый раз кушу 1 прием пищи у меня где-то в 12 пол первого это первое пишет по достаточно плотный и второй прием у меня вечером обычно это ужин 6 7 вечера максимум все после этого я могу себе очень редко позволить там какой-то фрукт вечером или чай в общем что-то такое и все так получилось само собой что у меня интервальное голодание но мне точно кстати нравится ну для моего организма прям идеально мне понравилось я уже почти подхожу к альди это вас заговаривала уже подошла на сальди недалеко от нас находится в принципе так что что спокойненько пешком дайте все купить что нужно почему именно пошла вальди потому что во первых хочу быстрее нет ли моего гранатового сока обычно он только здесь и кефир возьму в общем что такое много особо ничего не нужно что-то интересного вижу захочется куплю нет нет дима сказал что он ничего не хочет у нас принципе все есть из еды поэтому как-то так сейчас пойду посмотрю что там новенького интересного кстати как-то на днях наверное сходим в лидл наш и я вам покажу такую историю интересную вы знаете что я лидл особо не люблю но как не люблю как сеть магазинов как бы я к нормальным к ним отношусь но мне не нравился наш магазин здесь рядом с нами где мы живем он был такой немножко грязные постоянно так далее это когда особо не ходила но сейчас они сделали ремонт они были закрыты оказывается и после нового года 20 января открыли сделали ремонт мы были мы случайно зашли на днях я честно была в шоке в приятном от увиденного очень классно все сделали намного больше выбор товара и холодильники нового в общем не очень понравилось поэтому лидл теперь немножко встал в один ряд cdk и так далее куда я ходила тем более он прям рядом с нами он ближе всего к нам так что думаю что будем туда тоже ходить особенно за зеленью овощами и фруктами там конечно выбор намного больше все я уже подхожу кальди сейчас беру тележку захожу увидели два вальди те яблоки 3 килограмма 2 22 акции но я на яблоки дальше едим не буду потому что они золо перчик только крупный тоже на акции по 2 29 вот и сейчас дальше здесь мой яблоки вот это вот вот берем смотрю в погодности можно наверное еще будем взять из кафе еще просто обычный белый скорее всего из кукурузной они кстати уже на скидке 1 7 7 ой до него по одному евро как он был с семенами льма здесь фруктиков я даже не знаю может помыло взять опять наберу это на тяжелых 3 евро стоит помыло спрашивал цены показываю вам на крупный кстати достаточно темный 100 грамм авокадо взяла сейчас иду в стороне молочки еще всякие вкусняшки вредности колбаски сосиски какая огромная банка здесь 1650 очень 900 грамм именно сосисок там вода еще внутри и стоит по 6 евро банка огромная здесь у нас зелень какая-то вроде это все есть огурчики кстати эти мелкие намного вкуснее чем вот эти длинные которые немцы любят кушать мелкие конечно это вкусно ну а не стоит снабгуртен все их не вижу а вот евро 69 тоже берем и этот перчик мне тоже нравится мелкий пачечку мелкого так не здесь мясо что-то мясо мясо курица 680 получается это килограмм филе куриного и там тоже все но у меня мясо мясо есть поэтому сегодня без мясо покупочки это и дышать ему дышать мы тоже любим есть еще там дышать он уже я как понимаю она видите то ли готова это ли ее надо то ли просто она в специях стоит 5.57 прайс килограмм 5 евро то есть чуть больше килограмма вот килограмм 116 грамм сейчас я посмотрю да я надо готовить в духовке вот написано 200 градусов ну или жарить вам нравится она просто вот замаринованная специя так далее так нет нового гранатового сока нет кефира забрали все они про не мере его не вижу обычно айран все такое есть кефира нет и я себе взяла смузики тоже люблю их иногда очень классно очищают кока-кола фанта это не к нам дима иногда пьет колу смузики какие я взяла взяла вот такое яблоко манго и киви и еще розовенькое взяла где оно там не видно его так это не оно вот это еще взяла яблоко гуава драхан не знаю что это напишите с протеином еще какое-то вот салат не брала я еще увидела тут такие свечи прикольные смотрите сейчас покажу вот какие но они по 7 евро в стекле сейчас попробую что нибудь открыть вам показать как оно выглядит вот так я обожаю такие свечи с этим фитилем фитилем очень классная зеленая такая есть это фреш запах и вот это типа утро тоже вот такая квадратная прямоугольная точнее есть такие как овальные прикольные есть еще круглая такая зеленая очень красивая по 7 евро все мне вообще нравится в Альде ходить вот по этим рядам где разные такие штуки интересные выкладывают вот такие еще свечи есть такие же весенние такие мотивчики так что тут еще интересного вам показать лампа глобус есть кстати рамки такие я сейчас хочу на FDM увидела мне понравились рамочки хочу купить рамки такие на комод поставить на стол рамочки с фотками нашими свадебными вот хочу купить белые или серые не знаю еще не выбрала и распечатать фотки кстати тоже как раз FDM можно как идем дальше еще здесь вот такие интересные пиалочки 9 евро сет вот здесь две получается здесь две больших здесь четыре маленьких и здесь еще тоже такие высокие вот тут вот крутая была коробка покажу вам как они выглядят вот черные ну окей симпатичные достаточно читать ухи вот еще здесь огромный стеллаж с спортивным инвентарем разным мне кажется это намек на мое правильное питание и спорт вот что хотите есть и всякие такие штуки свидеры называются и спандер такие резинки и в общем и гантели даже есть вот смотрите три килограмма а это на восемь килограмм на восемь килограмм на 15 15 евро стоит на вот на два килограмма в общем на выбор еще такая штука есть за семь евро в общем это по-моему тонкий намек еще мне понравилась скатерть тут одна на наш стол например обеденный она стоит 20 евро но я думаю что она качественная такой материал видно что прикольный сто процентов не знаю вот разные зеленые но я бы взяла наверное белую вот здесь есть открытая вот можно потрогать жесткий материал мне нравится вот каких она цветах есть темном ярко-зеленом но он не здесь яркий солнце он не такой яркий неплохо смотрится постельное белье а это не постельное белье это только наволочки такие есть еще смотрите для кофе наверное чашечки разные не знаю для чего это а вот для котелей разных так вот такие вот тут разные интересные продуктики это вообще самый любимый насколько знаю немецкий напиток которым они лечат все простуду и так далее пятьдесят шесть трав смотрите двадцать пять евро литр семьдесят пять здесь нормально еще чайчик увидела тут тоже на скидке ромашечку сейчас возьму как раз мы любим я зашла на скидочный отдел еще конечно же здесь есть суп немцы особо готовить не любят супы не едят поэтому вот уже готовы в банке 299 вот вот ну пексы обычно не берутся матрику это что знаете не таких кукурузные наверное хлопья да паски с солями по 3 евро вот вот это вот это я люблю прекрасно на скидке яблоко точно какие-то массажные орехи вот это яблоко возьму в общем эти две так и я уже потихонечку надеюсь уже продвигаюсь к кассе пришла уже домой сейчас покажу вам что взяла в альди прямо очень обрадовал меня сегодня альди магазин потому что очень много скидок очень много каких-то интересных товаров в общем мне понравилось во первых купила себе такую зубную щетку моя мне уже надоело решила поменять я кстати у меня есть и электрическая щетка зубная но почему-то она мне не зашла абсолютно новая была в итоге и пользуется дима а я вот все равно пользуюсь обычными зубными щетками так идем дальше конечно же я взяла вот этот вот в рапс с семенами льна которые мы очень любим ну в основном я его е дима тоже есть но дима чаще есть чем в рапс взяла один батап тоже что нибудь с ним сделаю приготовлю золоткие огурчики мелкие перец тоже мелкий сладкий и обычный перец сладкий болгарский дальше взяла вот такой творожок себе думаю что будет вкусно но уже не первый раз беру вот такие вот чипсы яблочные красное яблоко и зеленое яблоко тоже любимых еще взяла попробовать вот эти на скидке были мини брод то есть хлебцы маленькие написано что вкусные посмотрим баварские дальше взяла вот эти печеньки я так поняла они абсолютно такие для здорового питания вот написано без разных там красители и ароматизаторов так далее здесь насколько я по нему поняла как овсяные такие с семенами подсолнечных в общем думаю что будет вкусный сезам еще есть это кунжут в общем вот такие буду пробовать первый раз взяла были тоже на скидке дальше взяла чай ромашку мы его пьем иногда авокадо обязательно виноград красный дальше взяла вот эти смузики там показывала вам в магазине вот эти по одному евро они сегодня вальди буду тоже их пробовать люблю иногда смузи и вот такой круглый хлебушек взяла это больше диме потому что я сейчас решила от хлеба отказаться так вот это все что купила в принципе на 15 евро я считаю что достаточно немало поэтому кто здесь живет или вообще в германии сейчас вальди очень классные скидки советую а конец и а